Такой разный, но всегда узнаваемый. В небольшом зале Ульяновского литературного музея Дом Языковых представили 30 портретов поэта Александра Сергеевича Пушкина. Экспонаты привезли из собрания Государственного мемориального музея-заповедника Пушкина-Михайловская. Выставка так и называется «Пушкин в портретах». Есть и работы, которые созданы при жизни поэта. В частности, конечно, самый известный портрет Александра Сергеевича Пушкина и, наверное, самый тиражируемый – это работа Ареста Адамовича Кипренского. Так вот, в собрании Пушкинского заповедника есть копия с этого портрета, созданная в 1860-х годах. На основе этой копии, возможно, или самого портрета работы Ареста Кипренского была создана также и работа Семена Мошина, созданного в 1862 году. Посетители музея смогут увидеть еще один портрет, выполненный по типу Кипренского неизвестным художником уже в 30-е годы 20-го столетия. Особый интерес представляет работа английского художника Томаса Райта – гравированный портрет Пушкина. Он создан на основе собственноручного рисунка Томаса Райта с натуры при жизни великого русского поэта. А вот сама гравюра была создана уже в марте 1837 года, то есть после смерти поэта. Интересная серия портретов, написанных в 30-е годы 20-го века. Ведь это время, когда по всей стране впервые отметили памятную дату, связанную с именем великого русского поэта. В частности, столетия со дня смерти Пушкина в 1937 году. Значительную часть, экспонируемую на выставке иконографии Пушкина, составит работы художников второй половины 20-го века. И здесь стоит назвать имя Юрия Михайловича Игнатьева. В 1999 году он написал 78 акварелей, послуживших иллюстрациями к роману Пушкина в стихах Евгения Онегин. 21-й век представлен портретами Пушкина, созданными такими мастерами, как Лариса Антонова, Игорь Шеймарданов, Энгель Насибулин. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Олл Правда.